Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал, продолжаем... Продолжаем Added's Legend, падшие лорды. Значит, прошло довольно много времени, я забурился с кооперативом по Европе Universalis, он еще продолжается, поэтому будет много серий, скорее всего, там, на много, надолго хватит, короче говоря. Здесь у нас что происходит, надо все вспомнить. Здесь строим новый район, библиотека, да, все правильно, библиотека, потом будем ремонтировать деревню, причем у меня есть такое стойкое ощущение, что если я их посажу, да, на производство, то будет намного быстрее. Притом у нас есть свободные средства, давайте эти средства потратим на новых жителей. Окей, сейчас все равно уже остался один ход для района, поэтому я не буду никого переносить никуда, оставим здесь всех. Так, армия идет, здесь у нас такси сидят на производстве, средства мы все потратили, праха у нас не осталось, все, поехали. Следующий ход. Наступает зима. Те, кто еще не видели эту игру, для вас это, наверное, интересный такой поворот. В этой игре есть смена сезонов, и чем дальше по ходу игры, чем больше ходов вы будете накручивать, тем чаще будут наступать зимы, и тем дольше они будут становиться. А зима, в свою очередь, имеет такие эффекты. Мы теряем половину передвижения на юнитах, мы теряем производство всего по единичке на каждой клетке, и мы теряем немного радиуса обзора. Ну и понятно, наступают такие вот метели. Дальше, что у нас построилось? Вот у нас построился наш район, нам нужно теперь переставить производство на библиотеку. Мы немного потеряем в деньгах от этого, смотрите, да, сколько там. Всего 11 прах, мне кажется, оно несущественно, потому что, смотрите, ну как бы значительный прирост по времени, я намного больше выиграю от этой науки, чем я выиграю от 11 праха, пусть даже и за каждый ход. Вот такие дела. Соответственно, ну этим ребятам мы тут застряли, они идут по лесу, так еще и зимой. Понятно, что мы тут за два хода кое-как дотелепаемся до границы района, но... с другой стороны, есть вообще смысл. Ну ладно, пойдем в ту сторону все равно, идти надо. Поначалу зима будет короткой. Вот напишут, что максимум она продлится 21 ход. Ну... 21 ход, это не продлится, я вам сразу могу сказать. Ну вот хорошо, что мы пошли в эту сторону, мы здесь нашли изумруды. Это хорошо. Они добавляют, если их использовать, это ресурс роскоши, если его использовать, то мы получаем удовольство и укрепление... укрепление поселения. Это хорошо. Но у нас кончились очки движения, но вот здесь я вижу, что здесь живут какие-то нейтралы. Но пока же мы не можем понять, какие. Здесь у нас скоро достроится минт. Все происходит, это достаточно еще быстро, потому что, смотрите, еще здесь до конца не успел восполниться даже... Стены не успели отремонтировать, а у нас уже все достроилось. Вот здесь у нас строится минт, и уже начал строиться райдер. Но я не знаю, не уверен, что это было правильно строить всадника. Может быть, здесь имело бы смысл тоже поставить библиотеку. Давайте посмотрим. Все равно нам в ближайшие 6 ходов вряд ли понадобится. Мы сейчас пока тут будем бродить туда-обратно. А по-хорошему вообще надо бы сначала поставить деревню, ремонтировать, потому что она нам принесет лишнего жителя, что будет полезно. Давайте так и сделаем. Давайте сначала отремонтируем деревню, а рейдер в крайнем случае мы сможем выкупить. Так, здесь что? Здесь мы можем докупить жителя. 185 стоит другой житель. Все. Армия может походить. Но давайте сделаем шагов вперед. Вот, нашли новую деревню. Нидья. Малая фракция Нидья. Они увеличивает инициативу на 5% за каждую деревню такого типа, которых мы интегрируем в состав Империи. Есть такая фишка. Вот, свободный слот. Их можно расширять. Если у вас есть какие-то группы, которые проживают, малые группы, которые проживают на территории вашей империи, вы можете их ассимилировать за очки влияния. Вот эти вот очки. Но нам нет никакого резона, короче говоря, от этих Нидья, потому что у нас у всех инициатива и так низкая. И что на 5% от нее? С другой стороны, те, у кого высокая инициатива, и они выиграют больше. Так, ну долгая зима какая-то прям. Библиотека вот-вот будет достроена. Давайте попробуем немножко оптимизировать. Здесь все равно будет строиться один ход. Хотя, так, все равно больше очков производства, они закончат эту и начнут боссов быстрее отстраивать. Оставим все как есть. Так. Здесь у нас райдер. Ну, его нет смысла никакого выкупать. Пока что богатство у нас накапливается. Вот. Собственно. Ребятами идем обратно. Ну и теперь, наверное, имеет смысл пойти куда-то в эту сторону. Во-первых, обыщем руины. И... Обыщем вот эти руины и пойдем в ту сторону направо. Ну вот. Наступает опять лето. Замечательно. Зима окончилась. Это хорошо. Все цветет. Замечательно. Достроилась публичная библиотека. Начали ремонтировать деревню. Хорошо. И закончилось исследование канализации. Теперь нам нужно определиться, что мы будем исследовать дальше. Нам осталось еще три технологии до того, как мы перейдем в следующую эпоху. Соответственно, что мы хотели бы взять? Что нам однозначно пригодится, я бы сказал. Укрепление на городе. Я не уверен, что это нам пригодится. А вот нам однозначно пригодятся ресурсы роскоши, коль скоро уж мы их нашли. Но это в любом случае всем пригодится. Затем я бы взял, наверное, и вот эту технологию тоже. И дальше вот вопрос. Ставить мельницу? То есть это, точнее, это не мельница. Короче, будем ли мы увеличивать производство или не тратить на это дасты вначале? Точнее так, чем дальше мы будем развиваться, тем дешевле они нам будут обходиться. А в маленьких поселениях быстрее все строится за счет производства, а потом уже можно выкупать более выгодно. С другой стороны, у нас должен быть такой большой прирост дасты, что нам будет в любом случае дешевле выкупать. Но вот поскольку я еще не играл, я не знаю, имеет это смысл или нет. Но вот что точно имеет смысл, так это титаниум и стеклосталь. Они в любом случае нам пригодятся. Поэтому возьмем и это. Дальше лаборатории. Ну, лабораторию можно будет взять и потом. Плюс два на клетках с наукой. Я пока у нас не вижу никаких подобных биомов рядом, где можно было поселиться. А в таком случае плюс десять, плоский модификатор плюс десять, он будет лучше. Соответственно, как-то так мы это выстраиваем. Все, здесь все поставили. Идем. Вот еще что. Я как-то не рассматривал возможности того, что может быть, наверное, стоит нанять нового героя. У нас есть сейчас достаточно много золота уже. И имеет смысл, наверное, посмотреть. Здесь есть кто-нибудь нашей фракции? Нашей фракции героев нету. Нет, есть. Герцог Унвин Уэйбридж третий. Вот этот парень нашей фракции. Давайте посмотрим. Эээ, да, забываю все время. Герой. И давайте посмотрим, его изучим. Значит, что у него есть? Фракционный модификатор у него одни и те же. Он относится к пехоте. Он относится к пехоте. Ну, у него такая же специализация, как и у нашего героя. Сейчасшнего, по идее, я так смотрю. Но у него больше дохода от... Эээ, больше праха генерирует он. Плюс шесть праха за каждый уровень героя, если он сидит в городе. А его стоимость содержания два. То есть он уже на первом уровне себя окупает и приносит доход четыре. Что очень круто. И плюс по одному проценту от того, что... Ну, еще, что город производит. Может быть, и имело бы смысл выкупить. Но в любом случае, герой стоит пятьсот. И это довольно дорого. Даже при нашем таком доходе, это все равно довольно дорого. Что? Прикупим мы здесь жителей. Здесь нам не хватает. А общее количество жителей нужно увеличивать. Поэтому давайте сделаем здесь еще жителей. Потом нужно будет поставить обязательно новый район сперва. И новый район у нас будет располагаться там, где будет приносить нам больше праха. То есть вот на этой клетке. Лишний прах никогда не повредит. Вот здесь будет у нас находиться новый район. А следующий район мы поставим или вот здесь, или вот здесь. Таким образом, район в центре станет третьего уровня. Ну и дальше будем расширить второго уровня. И дальше будем расширяться. После чего мы поставим, конечно, канализацию. Вообще, нам по-хорошему нужно бы, наверное, и поселенцы тоже строить. Но вот с этой очередью как-то потом будем работать дальше. Порядок действий примерно такой. Дальше что? Здесь у нас эти ребята достраиваются. Дальше здесь тоже понадобится новое бюро. Ну, здесь нет особо... Я не вижу особенного смысла расширяться в какую-то конкретную сторону. Поскольку они все не принесут нам такого уж большого дохода. Ну, вот эти вот клетки принесут как-то побольше. Поэтому, наверное, будем расширять в эту сторону. И тоже будем строить канализацию. Они все-таки увеличивают довольство. Теперь, следующим ходом пойдем исследовать. Вот где-то здесь я слышу нейтралов. Вот они ходят. Вот их вот... Слышно, что они здесь где-то ходят, да? Ну, вот. Так, получили квест. Что нам нужно? Нужно, чтобы один из наших городов производил 40 науки в течение 10 ходов. И мы получим за это 15 влияния. Ну, давайте посмотрим, какой-нибудь из наших городов вообще близок. Этому этот производит 17. Этому производит 6. Ну, такое. Можно было бы переключить жителей на науку. Но нам в этом нет особого смысла. Поэтому мы пока что оставим этот квест болтаться. Квесты вообще вот здесь можно отслеживать. То есть можно взять и вот этот квест прикрепить. А можно основной квест по фракции прикрепить. Но мне ни тот, ни другой особо не интересен. Поэтому мы просто на них забьем. Фракционные квесты, конечно, довольно любопытны с точки зрения сюжета и с точки зрения артефактов, которые можно получить героев, можно получить. Но по мне это как-то не сильно все интересно. Я бы не стал отвлекаться. Так, ну и нам теперь нужно победить... На нас нападают. Нам нужно победить армию. А нам за это дадут 10... Какого-то шелка. Это шелк, короче говоря. Замечательно. Ну вот, вот происходит битва. Здесь что? Три кентавра. Но я не уверен, что прям стоит с ними сражаться вручную. Давайте сразимся. Мне там писали гневный комментарий, что из меня хреновый стратег. Да будет вам известно, что это не стратегия, а тактика. Стратегия это на глобальном масштабе. И на этот раз, поскольку я в первый раз играл за этих юнитов, я вообще не имел представления малейшего, как... Что с ними делать. Вот. Но теперь-то я знаю, что надо делать. Поэтому мы заткнем пехоту, единственную затычку нашу. И будем играть от обороны. Вообще, на самом деле, мы героем ее заткнем. Потому что почему бы и нет. Вот. Пехотинцев поставим, наверное, сюда. Не, лучше поставим пехотица сюда, а всадник сюда. Вот. И теперь поставим у всех оборонительную позицию. Чтобы они никуда не шли. Да? Так, у тебя оборона стоит, у тебя тоже стоит оборона. У тебя будет стоять оборона. Все. Никто никуда не идет. И сказал, никто никуда не идет. По-моему, когда им ставишь оборонительную тактику, они начинают как-то сами это... Выбирать наиболее подходящую позицию. Как им кажется позицию. Ну, по-моему, это полная хрень. Потому что, какую фигу он сошел с возвышения, где лес, на возвышение, где просто... Ничего нет. Я не понял. Сейчас он попадет под атаку на ровном месте. Я вот не понял, почему он пошел туда. Ну, просто. Какая-то фигня. Понятно, что он не получил никакого урона, но все равно. Эти ребята зачем-то назад отскакивают. То есть, нужно ставить им удерживание позиции в таком случае. И опять у них появились вот эти приказы какие-то бешеные. А, здесь еще подкрепление приходит. Ну, подкрепление вообще не жалко, так что они кидаются в бой. Ты будешь атаковать сверху. Ты тоже будешь атаковать сверху. А, и он выбирает вот ту позицию, как защиту почему-то. Ну, а вы, стало быть, пойдете сюда... Нет. Пойдете в атаку. Пойдете сюда и сюда. А они ходят раньше, чем вот эти, что ли? Точно. Эти ходят позже. Значит, вы пойдете сюда и будете атаковать отсюда. А вы пойдете вот таким образом. А ты будешь лупить этих ребят. Все, поехали. Вообще, не сходя с места. То есть, он должен был бы выбрать, по идее, более выгодную позицию какую-то. Но он просто не стал этого делать. Просто их зарубил. И вот теперь из-за того, что этот герой ушел, они въезжают туда. То есть, это не я ведь им приказал. Вы же видели, я им показал, поставить на месте. Они сами ходят. Я не пока... Пока сколько... Вот, я две игры отыграл уже полных. Я так и не разобрался, как они там ходят. Ну, надо дать должное, что теперь, конечно, эти юниты его оказались в окружении. Но, как будто это давало бы какой-то бонус. Она же не дает никакого бонуса. Просто так потыкали. Тыкали, тыкали и не затыкали. А если бы он стоял здесь внизу, никаких проблем бы не возникло. Теперь опять эти дебильные приказы какие-то все появляются, да? Ты давай атакуй сюда, чтобы ты куда-то собрался ехать. Ты тоже атакуй сюда. А ты куда собрался? Ты тоже бей сюда. Ты бей вниз. Стоишь? Вот и стой. Почему они, кстати, не пошли никуда? Ведь могли же пойти, а не пошли никуда. Герой вообще куда-то собрался туда отступать. С какого фига? Сюда подошел и ударил сверху. Все. А, он не может атаковать таким образом, да? Понятно. Окей. Окей. Герой просто простаивает. Ну правильно, теперь эти будут здесь спускаться в ложбину. Это, конечно, очень интересно. Да, в принципе, пофиг теперь, что уж на. А, вот это был, конечно, очень умный ход опять. То есть, вместо того, чтобы вот здесь обойти, он будет набивать их всех в одну кучу. Смотрите, он сейчас набьет туда коней, потом будет пытаться остальными пройти. Не такое себе, короче. Всегда выбирайте либо наступательную и указывайте через контроль, через какие клетки ему нападать. Либо выбирайте удерживание позиции. Ну, этот застрял. Он не пройдет никуда. Есть только вот так. Там, опять, там же нельзя атаковать сверху, они же не лучники. Будут лучники, было бы попроще. Сейчас он дойдет? Не дойдет. Даже он вообще до что-то не пошел. Здесь тут месяца просто. Остальные стоят, всем пофиг. Наконец-то. Кстати, в каждой бой состоит из шести фаз, так что если вы не успели, то битв закончится и все. Какие потери понесли, такие понесли. Но, во всяком случае, мы выполнили квест. Всадники наши прокачались. Всадники прокачались. Замечательно. Ну, теперь надо вот этих ребят вылечить. Героя и вот этих. И этих. Все, всех вылечили. Потратили на это весь даст, конечно же. Ну и поехали дальше. Исследовать территорию. Так. Тут строится, тут строится. Исследование идет. Все. Новое строительство. Что мы будем ставить дальше? А, очередь-то я уже забил. Я что-то туплю. В принципе, нам ничего не остается, кроме как идти. Очередь строительства меня устраивает. Все меня устраивает. Пойдем в эту сторону смотреть. У меня такое ощущение, что я тут архипелаги. Карту я, как помните, генерировал случайно. Похоже, что мы попали в архипелаги. Вот здесь есть вино. Здесь там было бы, наверное, неплохо поселиться, потому что вино дает большой уровень довольства. Но для большой империи его нужно много. Поэтому, я вот не знаю. Я бы, наверное, вот здесь вот сейчас обследовал, убедился, что здесь этот перешек никуда не ведет. И после этого пошел бы сюда вниз. Туда дальше. Можно было бы, конечно, разделиться сейчас. Но я, честно сказать, не вижу в этом большого смысла. Типа лучше держать армию вместе, потому что если что-то случится, ну они хотя бы будут в состоянии постоять за себя. Скоро будет новый доступен план империи. У нас достаточно много влияния теперь. Поэтому мы сможем ввести какой-то удобоваримый план. Давайте вот так спустимся. Ну да, вот здесь, видите, окраина. Все, значит, мы теперь идем сюда. А, вот у нас еще деревня. Но они не будут сюда вторгаться. Если они сами на меня не нападут, то я тоже ничего не буду предпринимать. Кстати, у нас тут где-то всадник должен быть готов. Точно он будет готов через 4-х 1-го, фиксим. Вот, и мы теперь, поскольку у нас закончилось исследование, мы теперь можем строить изумрудную шахту, этот рудник. Давайте его поставим сразу, чтобы был. Поставим его в самый верх. Еще можно очередь-то растянуть, как бы. Где он тут? Вот так вот. Все. Здесь все сделали, там все сделали. Поехали. Ну, а вот они, нейтралы. Гуляют. Погрузились на корабли. С кораблями очень любопытная история, на самом деле. Чтобы игроку и другим фракциям пользоваться кораблями, нужно исследовать технологию. Она открывается в следующий, по-моему, Эрик, где-то. Да, вот. Тот самый. Точно. Доки. Можно будет строить. А нейтралы могут сразу же с первой эпохи плавать. Видимо, будем считать, что они плавают просто так, без лодок. Просто вплавь. Отправляются. Так. Здесь вроде все на месте. Ну что, выкупаем еще жителей. Какой город у нас более развитый? Ну, вообще, вот этот более развитый. Давайте здесь еще выкупим. И посмотрим. 9 ходов. Так будет 14. 97 даст. Таким образом производим. 120. Да, это уже, конечно, солидно. Солидно. Много даста, которые, в принципе, можно будет легко потратить на... Я бы немножко отбалансировал все-таки. Пока что эти строения закончим на производстве. Все-таки это... Ну, вот тут уже не такая значительная, видите, разница. Хотя, большая разница как-то незначительная, очень большая. Не знаю, я все-таки большой любитель именно производства. То есть, я люблю, чтобы даст-то было много, естественно. Но я трачу его на выкуп. Случайное. Там, когда резко что-то нужно. Так. Вот у нас появились эти нейтралы опять. Но я сейчас не хочу с ним заморачиваться. Тем временем прокачался наш герой. Давайте. Давайте его апнем что-нибудь. Навыки. Значит, мы взялись здесь повышать. Что? Больше здоровья. Больше защиты. Надо стремиться идти, конечно, вот к этому навыку. Чтобы зимой не получать штрафы. Но также у нас есть и другой. То есть, в конце каждой ветки, по-моему, кроме фракционной, есть вот эти вот навыки. Не знаю. Мне кажется, сейчас поначалу имеет смысл брать больше здоровья. Будем, будем, это... Собрались сделать из него танк. Ну, так и будем делать. Все, пошагали вниз. Так, герой прокачался. Все. Значит, устроится бюро. Интересно, сколько будет стоить его выкупить? 766. Довольно дорого. Довольно дорого. И производится оно тоже такими темпами много. Долго. Значит, 766 будет стоить выкуп. А так, ну, мы будем дольше зарабатывать, чем строить. Поэтому уж начали строить, так будем строить. Все, следующий ход. Начинает производиться райдер. Поехали. Ну, и продолжать будем уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Пока.